Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Никакой тайны я вам не открою, но скажу. Никто, никто, кроме нас самих и Господа Бога, не знает нас, себя лучше, чем мы. Только Бог знает, кто мы такие. И мы сами. Ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, ни брат, ни сестра, ни жена, ни муж, ни дети, ни знакомые, ни друзья, ни начальник. Никто нас не знает так, как мы знаем самих себя. Они не знают, о чем мы думаем до конца. Они не знают, чего мы хотим на самом деле. Повторяю, только ты сам и Бог. Какие у нас мечты, почему они именно такие? Какие у нас слабости? На что мы вообще годны? И что вообще творится в наших умах, в душах и сердцах, в желудках и еще кое-где? Никто не знает. Если мы им не расскажем, если мы им не продемонстрируем, если мы не поделимся, и то никогда никто не будет способен до конца знать то, что мы знаем о себе. Один Бог. Тогда возникает вопрос. А какого, собственно говоря, хрена тогда они нам советуют? Чего они лезут? Когда они говорят, что у меня что-то не получится? Или что моя мечта, мое желание, моя страсть, моя цель сумасшедшая, ненормальная, дурацкая? Что это дело, которым я хочу заняться, опираясь на свой жизненный опыт, на свои мечты и цели, на свое внутреннее я. Почему они считают, что это дело не для меня? Как можно кого-то ценить? Кому-то давать оценки? На ком-то ставить крест? Кого-то не поддерживать? Как можно? Если ты не знаешь, кто перед тобой. Возможно, кто-то думает, что он все знает, но он ошибается. Мы-то с вами должны понимать, что никто не может знать нас лучше, чем мы сами, себя. Только Бог. Поэтому одному Богу известно, что мы должны делать. У Него надо спрашивать, на самом деле. Молиться, просить и уговаривать Его, как Творца, который создал нас. К чему мы призваны, что мы по-настоящему хотим, и как нам это получить. И что нам конкретно делать для этого. А все остальные свободны. Все остальные пусть гуляют. Их можно слушать. Можно даже их слышать. Можно даже опираясь на их советы, что-то корректировать в своих действиях. Это было бы разумно, конечно, советоваться. Но я вам скажу, окончательное решение за нами. И когда мне говорят, мне жена не разрешает заниматься этим бизнесом. Бьет меня и все. Берет мокрое полотенце и бьет, гоняясь за мной по квартире. Олег Гриевич, я не могу заниматься этим бизнесом. Какое несчастье. Какое горе. Что у тебя жена думает, что она может за тебя что-то решить. Дураки мы. Когда мы опираемся на мнение других людей. У меня моя мечта. У меня моя жизнь единственная. Мое видение, моя страсть, мое желание, мое намерение. Мой путь, моя дорога, моя, не твоя. Я один буду стоять там в конце пути. И каждый будет стоять там и давать отчет. Не с тобой, мама, бабушка или друг, или брат, или еще кто-нибудь. Один. Каждый один. Так почему я должен проживать свою жизнь так, как ты считаешь? Не я ты. У меня своя цель, я смотрю на свою цель. А не смотрю туда, что обо мне думают. Что они обо мне скажут. Знаете, сколько желающих дать совет в нашей стране? Советов бывших. И так везде. Вывод из того, что я сказал. Если у нас есть мозги, Если у нас в сердце есть какое-то желание, настоящее, То мы можем изучить вопрос, Вникнуть в суть дела, Понять, как это работает, Получить специальные знания, Которые позволят нам разобраться во всем. И принять решение, посоветовавшись с другими. И приняв решение, двигаться вперед. Не слушая никаких уродов, которые будут нас сбивать с пути. Они нам специально посылаются на эту дорогу, на нашу. Чтобы проверить, насколько мы хотим, Насколько мы готовы идти до конца. Они нам говорят, к тебе не получится, ты дурак. Это нынче не работает. Времена эти прошли. И вообще все это лоховство. Прекрати заниматься этой фигней. Найди хорошую работу, в конце концов. Или еще что-нибудь подобное. Ни у кого нет денег сейчас. Люди в это не верят. Ну, я не могу перечислять все, что вы знаете. Лучше меня. Что нам говорят. Мне давно перестали говорить такие вещи. Хотя было долгое время, мне говорили. Ну, так же нельзя, ну, нельзя же быть сумасшедшим. Ну, нельзя же, ну, поигрался 10 лет, ну, хватит уже. Ну, Олег, ну, ну, перестань, ну, хватит уже. Все равно денег нет, никогда ты не заработаешь. Никто не заработал. Я была в сетевом маркетинге 8 лет, ничего не получила. А ты 10, ну и что, ты дурачок. Вот смотри, я умная, я уже все, кончила заниматься этим. И ты прекращай, прекращай, давай прекращай. Прекращай, прекращай. Пошли вон все. Говорил я про себя. Ночью. Когда было очень тоскливо. Потому что моя система ценностей, мое знание давало мне уверенность в том, что я на правильном пути. Потому что кто-то это делает рядом со мной. Какой-то мужик, такой же, как я, это делает. Почему у меня не получится? Ну, не через 10 лет, через 12, но... Если я перестану это делать, тогда вообще все, кирдык. Тогда пенсия, работа, как все. На вечно бедный, нищий, убогий и несчастный. Думал и жил, как все. И умер точно так же. Я так не хотел. И я продолжал стоять на своем. И ниоткуда, просто ниоткуда, с неба, от Бога, за упертость, за настойчивость, за верность своим видениям, своим представлениям о ценностях, об этой системе зарабатывания денег, пришел бизнес, который дал возможность понять, как это жить, когда ты получаешь в день 3000 долларов каждый день. Отдыхай на пляже. Нифига тебе. Да это же просто, это же просто, это же просто такая награда, которая потом, которая потом как флаг высоко поднята. Все, теперь у меня такая стена, такие, такие убеждения, которые пушкой не расшибешь. И поэтому, когда у меня кончился бизнес, я знал, что в следующем я все равно найду такую возможность, где опять будет такой же, а то еще и больше доход. Почему нет? 5 тысяч долларов в день. Почему нет? 10 тысяч долларов в день. Почему нет? Возможно, потому что я знаю людей, которые зарабатывают 800 тысяч в месяц в нашей индустрии. Почему нет? Почему не ты? Только нужно получить знания нужные, проявить стойкость и не слушать всяких уродов, которые будут сбивать нас с пути. Спасибо им за то, что они это делают. Удачи!